Кандидат в президенты от республиканской партии Ники Хейли раскритиковала юридические проблемы Дональда Трампа. Через день после того, как судья Нью-Йорка постановил, что Трамп должен выплатить 355 миллионов долларов по сфабрикованному демократами делу с целью не допустить Трампа до выборов и разорить его из-за того, что тот посмел продолжить президентскую гонку. Хейли – последний оставшийся соперник Трампа на пост президента от республиканской партии, которая вот-вот должна объявить о том, что прекращает свою президентскую гонку, так как не имеет возможности набрать больше голосов, чем Дональд Трамп. Тем не менее, Ники Хейли продолжает нападать на Трампа после пятничного решения судей, которое нанесло ему еще одну правовую неудачу в гражданском деле и поставило под угрозу его империю недвижимости. Хейли сообщила своим избирателям в Южной Каролине, что Трамп предстанет перед судом в марте и апреле, в апреле и мае предстанет перед другим судом. При этом Ники не критикует ни прокурора Нью-Йорка, ни судью, принявшего решение по заказу соцдемпартии и, видимо, считает, что политически заказные дела – это норма жизни. По ее словам, ей не важно, что в США политические суды по заказу демпартии производят охоту на ведьм. Для нее, видимо, это не проблема. Я не знаю достаточно о том, что связано с этим судебными делами, а что не связано. Я действительно не знаю. Я ведь сосредоточена на проблемах страны. Я не сосредоточена на личных судебных делах Трампа. Но я знаю, что Трамп собирается быть в суде в марте и апреле. В апреле и мае он предстанет в другом суде. Он сам сказал, что проведет больше времени в залах суда, чем на предвыборной гонке. Так каким образом выиграть выборы? Вы не можете победить на выборах, если проводите в суде больше времени, чем проводите предвыборную кампанию. Вы просто не можете победить. Но давайте также посмотрим, что говорят американцы. 70% американцев говорят, что не хотят, чтобы Трамп и Байден были единственным выбором. 59% американцев думают, что Джо Байден слишком стар и думают, что Дональд Трамп слишком стар. Мы будем баллотироваться на пост президента. Пришло, наконец, время оставить в прошлое позади и избрать консервативного лидера нового поколения. Но к чему все это сводится? Хотим ли мы больше того же самого или мы хотим пойти на новое направление? Больше того же или только Джо Байдена и Трампа? Нам нужно учитывать тот факт, если мы хотим добиться реальных изменений в нашей стране, мы должны победить. И хоть все склоняется к тому, что вы не хотите женщину президента в Соединенных Штатах, суровая правда. Президентом буду либо я, либо Камала Харрис. Выбирайте. Трампу действительно предстоит 4 уголовных процесса на уровне штата и на федеральном уровне, в том числе один, который должен начаться в Нью-Йорке 25 марта. Социал-демократы использовали Минюст и левых прокуроров на полную катушку для того, чтобы Трамп не смог участвовать в предвыборной кампании. Но означает ли это, что мы должны закрыть глаза и пойти дальше, играя по правилам социал-демократов? Означает ли это, что нам нужно признать и принять, что система судов имеет права возбуждать уголовные дела по заказу политических оппонентов и притягивать за уши сомнительные факты, выдавая их за действительность и серьезные преступления, как это происходит в странах третьего мира? На эти вопросы у Ники Хейли нет ответов. Бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН, проигравшая в Вайове и Нью-Хэмпшире, столкнется со следующим проигрышем против Трампа, когда 24 февраля в ее родном штате пройдут праймерс.